информ привет информатика от мастера вместо от международного мастера между прочим сейчас миша будет меня учить информатике внимание это урок информатики вот так сына отцу поехали итак ну соответственно я не писал тургор сложный поэтому я должен хотя бы как-то отчитаться и я взял задачи сам кошку к счастью там было много задач на математику в целом довольно много обычно задач на математику на всяких олимпиадах особенно если они не очень большого уровня потому что ну типа остальное они не знают ну типом кош достаточно большого уровня на там много неопытных задач и в любом случае на математику задачи это более идейные задачи это не то что написать какую-то тупую структуру издать задачу вот соответственно первая задача трудная задача так называется дан неориентированный граф состоящий из 3 н вершин и ровно 3 н ребер то есть например треугольник например треугольник да нет 3 н угольник правильный да по кругу в любом коугольнике а смысле короче просто один цикл да да может быть один цикл ну вот короче дан граф тут должно быть 3 н о 3 н вершин он связано или нет нет не обязательно да может быть это набор не обязательно и ровно 3 н ребер то есть может быть например что-нибудь вот такое вот такое тун 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 раз два три 4 5 6 7 лишь могут так давай и 1 весь висячка вот требуется ну естественно требуется найти в графе независимое множество стоящий ровно из н вершин либо указать что его нет о то есть вот тут 3 н вершин и 3 н ребер независимое множество размера ровно n а за какой либо так либо сказать что его соответственно нету я уже нашел 1 2 3 4 вот папа уже нашел какое-то за какое время за 3 секунды ну за одну секунду ты кстати не уложился ограничение во время секунды но если кому-то интересно н не больше 10 в 5 чтобы всякие два в степени н не загоняли да но это не особо важно можете подумать вот естественно подумали сразу скажу что поиск просто независимо множество это полная задача да ну наверное наверное независимо множество размеры n тоже n по полной или плохая как минимум и не сложно понять что скорее всего требуется какой-нибудь конструктивчик то есть хочется просто явно предъявить что-то сделать а потом явно предъявить вот независимое множество ну тут понятно специфика какая-то информатики есть то есть прожженному математику будет поля еще одно наше да вот ну соответственно чё продумаешь ну я как-то значит я даже не понимаю какую сторону да ну короче тут это да нужно нужен образ мыслить нужно какие-нибудь вершины с минимальным брать вот на ребер из них торчащим то есть вот но соответственно когда я это решал у меня уже есть этот образ мышления и что я сделал давайте сделаем следующий алгоритм будем брать в графе вершину с максимальной степенью а максимальный брать я бы хотел минимальный брать минимальный плохо брать а ну какое соображение если максимальная степень 0 то все вершины нет ни одного ребра и все вершины образуют независимое множество но это уже противоречит того что у нас 3 да но нам нужно независимо множество размера n а не 3 ну да значит давайте брать вершину с максимальной степенью и удалять и да и понять что все ребра из нее тоже удаляться в частности если мы например удалим 3 минус одну вершину останется одна вершина из которой идет ноль ребер и мы получили независимое множество размера 1 но как хорошо но хочется сказать что на самом деле мы удалим не больше чем 2 н вершин и после этого максимальная степень станет нулем ну понятно что если максимальная степень 0 то это просто набор точек мы берем их все и получаем независимое множество ну да независимое множество это множество в котором нет ребер еще если что ну это наверное все знают да слушай то есть максимум если мы будем просто жадный алгоритм с максимумом да то есть мы берем вершину с максимальной степени удаляем вот ну если как реализовывать то можно написать сет сет по степени удалять каждый раз максимально но это не важно почему и вот вопрос почему это сработает да к счастью на олимпиаде это доказывать не надо было поэтому я чуть-чуть посидел покумекал заказывать да ты пишешь программу она заходит по времени ты кайфуешь офигеть но я быстро спросил тебя почему эта процедура всегда на независимое множество если такого существует до компьютер не спросит более того я тоже за это из-за этого как раз независимое множество всегда существует и значит давайте докажем все а давайте докажем ну если мы удалим если после этой операции мы дали мне больше чем 2 н вершин то очевидно у нас останется это конечно хотя бы а давайте вот и сейчас я хочу соответственно уже строго это доказать а то есть это в олимпиаде я там немножко доказывал немножко интуитивно а ну и потом написал а сейчас мы вернемся поле математики и да вот но наш канал математический существует независимо н вершин и так слушайте доказательства обозначим за к количество вершин которые мы удалили и у которых была степень хотя бы 2 то есть что мы делаем сначала мы удаляем вершины у которых степень хотя бы 2 допустим мы сделали это к 1 ну в любом порядке можем из них выбрать любую с максимальной степени потом 2 это все кроме висящих да да все кроме висящих вершин потом обозначим за т количество вершин которые мы удалили у которых была степень 1 после этого висящих стали вот заметим что когда мы удалили вот эти к плюс т вершин все оставшиеся вершины со степенью 0 остались значит нам нужно доказать на самом деле что к плюс т меньше либо равно чем 2n вот это то что мы хотим ну да теперь давайте писать какие-то оценки до первая оценка очевидная давайте напишем 2к плюс т и заметим что это не больше чем 3n почему каждая вершина вот это удаляет хотя бы два ребра каждая вершина который степень хотя бы 2 удаляет хотя бы два ребра внезапно ну да значит вот здесь у нас удалится хотя бы 2к ребер ну да нет это очевидно а вот здесь удалится хотя бы ты ребер а всего ребер не больше чем 3n значит эту оценку написали теперь второе вторая оценка тут нужно быть более аккуратным да она в целом тоже очевидная давайте попробуем оценить t вот допустим у нас есть граф висят заметим что висят раз у нас максимальная степень 1 то как бы вот будет просочетание на самом деле ну да да и то есть у нас вот тут есть ребро и вот эти обе вершины больше ни с кем уже не могут за и спаливаются значит вот этих ребер у нас не больше чем вот эти вершин пополам причем трен пополам оценка не работает но заметим что сначала мы удалили к вершин которые сначала мы удалили к вершин со степенью хотя бы два значит у нас осталось 3n минус к вершин и мы можем честно написать что ты меньше право чем трен минус к пополам потому что естественно вот это количество вершин у нас осталось и они все максимум разобьются на пары вот ну а теперь немножко покумекаем немножко покумекаем еще а 2t 2t плюс к меньше на 3 и 2k плюс t меньше на 3 да оп 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 да и теперь сумму и на 3 и сложим эти два неравенства получаем что 3k плюс 3t меньше либо равно чем 6n все поделим на 3 офигеть и мы доказали что н вершин хотя бы офигенно слушать красиво на самом деле легче придумать пример на котором это выполняется давайте нарисуем кучу треугольников ну конечно тогда в каждом из дик нам придется удалить по две вершины одна вершина останется ну да смотришь что эта граница жесткая что нельзя найти до n плюс 1 не всегда можно найти n плюс 1 вот но я придумал пример с треугольник да посмотрел что на нем работает на везде работает в чем конечно и так это трудная задача это круто это задача которую я бы может и решил если бы не по-другому сформулировали задача дам детский садик тормозок это название задача джей детский сад тормозок детский садик тормозок в детском садике тормозок дети решили уравновесить прочными бесконечные качели что урана дети решили уравновесить прочные бесконечные качели то есть вот у нас есть качели до бесконечное количество детей нам нужно чтобы вот они были уравновешены ну на самом деле не бесконечные на самом деле они размера 10 9 сюда и 10 9 и детей тоже не больше чем 10 9 милей земле чем примерно такое а такая логика не работает там В спортзале в какой-то задаче с региона было 10 шестой детей. Мой одноклассник решил порофлить, задал вопрос. Скажите, а как можно в спортзале 10 шестой детей? Вот. Ну да, это спортзал можно объявить. Вот. Дальше. Среди них был очень маленький, но очень умный физик Герман. Привет всем Германам. Который сразу рассказал всем остальным детям о том, что если они хотят ровновесить качели, то они должны добиться того, чтобы с ума моментов детей, севших слева, была в точности равна сумме моментов детей, севших справа. Еще объяснил, что такое момент ребенка, да? Ну, естественно, объяснил, что для самых юных посетителей детского сада Герман напомнил, что момент ребенка, севшего на качеле, это произведение массы на длину. Да, но не ребенка, а расстояние от точки, от ребенка от точки, где он сел, а ребенок точечно, естественно. Да, ребенок это точка. Вот, естественно, он сел тут, тогда вот здесь, а здесь M. Ну да. Соответственно, дана масса каждого ребенка. Это Олег Герман, он у нас был на канале. Это фамилия, на самом деле. Возможно. Дана масса каждого ребенка. Требуется, во-первых, чтобы никакие два ребенка не сидели в одной точке. Понятное дело. Второе, чтобы дети сидели только в целых точках. Дальше, в середине дети сидеть не должны, потому что это читерство. Там воспитатель сидит. Да. Там еще, там типа делают обычно какие-то вот такие штуки. Ну да, на них хрен сядешь, да. Вот. На кол посадили. Ну, естественно, детей. Вот это хорошая новость. Нет, это плохая новость, что посадили, но хорошая, что не посадили. Детей, к счастью, не больше, чем тысяча, и их массы до ста. Сто килограммовый ребенок. Ну, это еще... Это круто. Масса ребенка в килограммах. Вот. У меня 64. Ну, естественно, что нам нужно? Нам нужно просто построить пример, чтобы качели были уравновешены. Для любых NM, да? То есть, да, даны массы, какие-то M и T, даны количество детей. Нужно посадить всех детей так, чтобы моменты, сумма моментов была равна с этой и с этой стороны. Координаты до 10 в 9 были. Никто не сидел по центру, и никто не сидел в одной точке. И все сидели в целых точках. До 10 в 9, чтобы тупо не перемножали каждый раз все дальше и дальше туда просто, да? Не кинуть всех там здесь подряд. Ну, типа до 10 в 9, чтобы переполнения не было. На Луну, да, загнать и один нам всех перевесить в последний. Ну да, все-таки больше 10 в 9 километров довольно странно. То есть, нам нужно составить уравнение M1, L1, это будут целые, неважно какого знака, плюс M2, L2, плюс так далее, плюс MN, LN равно нулю. Да, это просто условие. И решить его. И при этом все LIT различные. Да, решить в различных. LIT и Z. Местная, да. Местная, да. Точно, да. Ладно. Это фактор. А я поделил на ноль. Это фактор по нулевой подгруппе, то есть просто Z. Да. Так. Ну вот, да. Очень интересная задачка. Это, кстати, помнишь логарифмы мы с тобой обсуждали, гипотеза АБЦ? Там вот были логарифмы простых чисел ПТ от идущих. И мы искали опровержение, ну в смысле, контрпримеры, вот, АБЦ тройки с помощью того же самого. Вот. Ну да, такая задачка на приступ директе какой-нибудь. Ну, правда, тебе надо явно найти координаты. Найти же явно надо, да. Нужно, наверное, так, ну поперебирать. Вот сколько надо поперебирать, чтобы примерно попасть. ты хочешь рандомно сажать рандомно что-то мне не нравится как это экспонент да еще тогда как же быстро это делать то может каждый раз загонять все ближе к нулю то есть вот скажем взял я какой толстого жирного пацана посадил его в единицу потом ну дай сама толстого самого толстого посадил в единицу потом взял тонкого стал его сажать следующего по толстоте с той стороны сажать пока не станет почти потом запомнил разницу следующего снова со стороны жирного да я думаю такое решение есть но она более сложная давай я сразу расскажу да давай что хочется сделать хочется упростить себе жизнь понятное дело давайте сделаем прозаичное давайте поставим посадим одного с первой стороны а всех остальных с другой тогда нам нужно чтобы mx где m это его масса расстояния x соответственно до центра она равнялась ну каким-то соответственно l1 на m1 плюс l2 на m2 плюс ну я сейчас забью на то что n количество детей я скажу что их n плюс 1 и у меня будет вот так ну да то есть выделил некого такого козла отпущения до какого-нибудь там фильм вот посадил его слева а всех остальных посадил справа извините если кто кого-то зовут филимон это случайно ну заметим что нам хочется вот это число фиксировано и понятно что дело что вот это должно на него делиться иначе ничего не выйдет ну как проще всего добиться чтобы что-то на что-то делилось давайте запихаем м во все эти штуки ну да тип того получаем что на самом деле mx ну вот мы как бы конструируем какой-то ну да получаем что это вот что-то такое ну да то есть только по кратным вообще ходим до образ по кратным да ну да дальше конечно не сложно вот ну m сразу сократилась у нас получилось x из мы можем выбрать любое целое любое натуральное заметим да и нам нужно добиться того чтобы было выполнено вот это ну естественно они все были различные ну тут уже не сложно понять что можно взять например самые банальные числа от 1 до n то есть напишем что вот так что вот там мы не вылезем за границу 10 9 и нам нужно понять насколько далеко мы уйдем но заметим что мы вот здесь все их можем оценить как n а здесь мы все можем оценить как m ну как 100 ой не ушли и получаем что это 100 на 1000 то есть 100 тысяч и мы сделали тысячу раз то есть получаем что это не больше чем 10 8 ну да ей да слушай но это да это так одного куда туда на хрен заснул на себе до 10 восьмой метров это 100 тысяч километров нет по пути на луну и таки да да но это круто но это да это такой топорная думаю что гораздо меньше можно задать границу все равно можно будет да более того мы когда решали черекош мне села сказал что там была такая задача на более жесткими ограничениями приходилось там чего-то уже давно вот тут как я нам делать туда-сюда да ну чё-то такое поехали дальше задача b она уже больше связано с информатикой уничтожение массива граф мы уже поничит пониучи тоже по уничтожению по уничтожали теперь будем уничтожать массив и так дан массив один а два и так далее н состоящих целых чисел как всегда любых знаков да и но на самом деле они все не отрицательные все не отрицательные да так то есть 0 меньше либо равно чем а это меньше чем 2 в 30 массив это просто вектор да да но это просто типа ну дан набор вот от такой этих чисел повторяющихся возможно да так соответственно определим операцию уничтожения с целочисленным параметром к к уничтожению выбрать к различных индексов то есть мы убираем какое-то подмножество взяли вычислить их and по битовой то есть мы взяли какое-то подмножество а первое как пишется тогда через это ксор вообще говоря ну короче and знаешь побитый and есть просто короче смотри есть and который и таблицы истинности но есть сейчас есть сейчас ты просто должен их записать двоечной системе все 1011 да и вот and это вот такая таблица истинности а енда я поем неркал сент конец а это и вот это значит просто и теперь берем число записываем в двоечной системе счисления например 1011 ну да 0 0 1 1 1 так и мы хотим сделать n с еще чем-то допустим 0 0 1 0 1 1 1 0 и просто делаем побитый and по вот этой таблице получаем 0 1 1 1 0 0 да и ты сделал их и я сделал побитый and вот этого набора который я выбрал к вот это то что я пишу это победу по битовой записи оставил единицу там где единицу у всех них вот да и дальше я беру вот это число равно x я я вычитаю x из каждого из вот этих то есть а а это это минус равно x ну да ну собственно x меньше не да очевидно что x не больше чем каждый из них потому что он является подножеством битов каждого из них да конечно вот вы и нужно сделать все элементы массива нулями как можно быстрее нет просто сказать что возможно или невозможно вот задача решается независимо нужно найти все такие к найти все-таки что элементы массива можно сделать нулями да при к равно один говорит папа очевидно можно потому что если мы возьмем что вышел себя число и будем вычитать по битве and этого числа то мы вычитаем его и оставим ноль вот но нам нужно найти все такие к при которых в любой массив доводится до нуля при которых данный массив доводится до нуля вот этот массив зафиксирован мы каждый раз независимо берем какое-то к фиксируем и смотрим можем ли мы его как-то довести до нуля и данным на данном к а я при данном массиве и данном к можно ну по сути да но типа чтобы жизнь сладко не казалось у нас n до 10 в 5 ну и нам для всех к найти то есть вот у нас и здесь 5 ну короче для всех к от 1 до 10 в 5 нам нужно понять можно или нет же есть жесть да еще и для для всех массивов нет для этого одного массива один массив дан а все-таки массив подожди на массив там конкретный массив фиксирован а где он массив дали его дали выходных данных а ну то есть подожди данными ты его еще не дали в смысле ну вот где чему сейчас смотри как устроена задача по программированию тебе дают какие-то переменные массивы значения вот это все это все дают во входных данных то есть программа их считывает а потом они уже все фиксированы и программа решает задачу ну как бы программа должна умеет решать задачу для любых для любых но при этом в каждом отдельном запуске входные данные фиксированы и при проверке те просто буду выдавать то есть до тест это соответственно даются какие-то входные данные проверяются ответ и вот дается куча входных данных я всех работает то считается что программа работает вот то есть может считать что массива может быть любой но фиксированный до чем же тут соль чем может быть затык да может быть затык 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 такая более информатичная конечно же затык ну да ну да если к равно n то как-то вряд ли вообще что-то выйдет а ну там ну лишь тоже можно но если мы поставим ноль то сразу мы будем вычитать ноль и смысла не будет а ну все да но если например все числа одинаковые то мы можем их проведите учесть ну да то есть к равно n вообще это очень ну в целом да в среднем одинаковые но это надо доказать но если они две разные хотя бы то после первого вычитания а они как-то не изменят они как-то изменится как-то изменится потом ну короче это тоже не до конца очевидно но давайте разбирать тогда давайте попробуем что-то понять про эту штуку поймем что если у нас хотя бы в одном из выбранных чисел рассмотрим какую-то отдельную позицию бита да то есть выберем один бит да допустим вот этот ну да поймем что если хотя бы в одном числе тут стоит ноль то у нас по битовой и уже ноль ну да на этом бите а если они все единицы то он единица но тогда естественно он вычтется из них и когда мы вычтем вот этот вот по битовой и у нас в них во всех уже станет 0 уже во всех станет да значит на каждой операции для каждого отдельного бита ну мы распараллелим на бит и будем считать отдельно для битов для каждого бита у нас либо вычитается к либо не вычитается ничего ну естественно если было количество ну это соответственно число единиц к этому бите в этом бите пусть у нас было количество чисел и у которых единица в этом бите numite. Тогда у нас из этого numite каждый раз вычитается либо k, если мы взяли в набор все с единицей в этом бите, и они все занулились, либо ноль, если хотя бы один из них ноль. Тогда очевидно, что numite должно делиться на k. Потому что иначе у нас ничего не выйдет. И для каждого бита это numite должно делиться на k. Значит, gcd этих чисел должно делиться на k. Ну, да, то есть у тебя сумма k на 2 в единице и по некоторым единице. Значит, gcd всех количеств чисел в каждом бите, единиц, должно делиться на k. Ну, там можете додумать. Ну, а дальше, наверное, очевидно. А потом, значит, можно доказать, что это критерий. То есть почему это критерий? Ну, в среднем потому что мы как бы выбираем, если они все нули, то мы победили, если они не нули, то в каком-то есть хотя бы k. Тогда k. В каком-то бите есть хотя бы k, выбираем эти k. У нас из всех бита вычтется либо ноль, либо k, поэтому делимость останется. И при этом, соответственно, количество вот этих хотя бы один вычтется. Хотя бы k вычтется. Ну, да. То есть в конце мы сведем, соответственно, к нуля. Офигеть. И все. И вот весь кт. И, соответственно, нам нужно просто посчитать все числа, которые являются gcd этих количеств. Перенести количество. Ну, это нормально делится, потому что эти... Ну, как бы вот это gcd, оно не больше, чем n. Ну, круто. Слушай, да. Ну, примерно понятно все. Ну, там еще пара задач есть, но в целом, я думаю, хватит. Круто! Вот вам первый урок информатики! Inform-привет! Супер! Inform-бюро. Inform-бюро. Да-да-да, советское Inform-бюро. Что говорит Inform-бюро? Inform-бюро-бюро. Пään Inцел Whבת-Bюро.